Сброс воды из Верхнетобольского водохранилища идет неделю и продлится до 15 сентября. За секунду здесь сбрасывается до 100 кубических метров воды. Поток воды настолько сильный, что сносят на своем пути даже огромные булыжники, которые оставались неподвижными в течение последних нескольких лет. Такой сброс профильные структуры называют плановым. В сутки более 8,5 миллионов кубометров. Все эти меры принимаются для пополнения Каратамарского водохранилища. «Межугодно, если лето жаркое, там начинает расти зелень, поэтому мутность воды увеличивается. Фильтровальные станции, которые очищают эту воду для города Рубного, тратят большие затраты, несут. Клорирование, очищение. Поэтому для того, чтобы зеленку убрать, необходимо добавить свежую воду. Для этих целей у нас идет плановый сброс». Размыв рукотворного Козыревского моста при таком сильном течении явление вполне ожидаемое. Но это нисколько не утешает жителей села Козыревка, для которых этот мост – ничто иное, как связь с цивилизованным миром. «Уже давно этот мост несовершенен. И почти практически каждый год вот это происходит. Почему именно на 1 сентября год упустили? Почему? Там магазина нет в Козыревке. Дети сюда ходят в школу. Когда привезут, когда не привезут. Это когда кончится». «Четыре года я здесь живу в Козыревке. Третий раз смывает мост. Никаких удобств нет. Ни магазинов. Даже дети в школу 2 сентября поехали, повезли детей в школу. Назад мы пошли по железнодорожному мосту. С детьми вместе. Нет автобуса. Автобус не подъехал, линейка еще шла. Развернулся, не видит никого, уехал. Вот и за хлебом на Валиновку за 8 километров никто не пойдет. Что делать? Кое-кто из предприимчивых козыревцев, несмотря на запреты властей, переправляет односельчан на лодки. Символическая оплата – 100 тенге и гарантированная порция адреналина. На пути к мосту с обеих сторон выставлено бетонное ограждение и соответствующий дорожный знак. Также на этом участке организовано дежурство. Из года в год, когда смывало мост, с помощью нашего предприятия КБРУ, дорога всегда восстанавливалась. Поэтому я думаю, что в этом году они также пойдут нам на встречу и помогут в восстановлении. Как заверили ответственные лица, текущий сброс не окажет влияния на водоснабжение Лисаковска. А сразу после его завершения будут предприняты все меры для восстановления поврежденного моста. Валерия Зиновьева, РТН Лисаковск. При содействии телекомпании «Акцент».